Берешь на меску и работаешь под формами, делаешь, вот. Начиваешь так, вперва грубо, потом уже идешь, уже гладишь все, ну и вот так вот работаешь. У вас тут еще и пила лежит, она в основном нужна на самом начальном этапе? Да, здесь знаешь, когда умеешь, то можешь и с пилой все сделать, но когда как-то вот такая погода, она только массы забираешь, а потом уже. Может быть, можете мне чуть-чуть показать. Пилу я, наверное, трогать все-таки не буду, совсем не безопасно. Давайте с маленького инструмента начнем и просто попробуем. Это твоя голова, а это вот твой, как бы, сила. Понятия не имею, получится ли у меня хоть немножко что-то убрать, ну, так. Ну, я и вам помогу, вот. Вот с этим управляете, если слишком, вы только и видите. Оп, ну вот. Как профессионал. Уже не первый год работает, я вижу, все нормально. Нет, первый раз попробовала, честно. Таут Виллас приезжает на фестиваль ледовых скульптур в Елгову из Литвы уже 8 или 9 лет. Уже и сам не помнит. Он работает еще и с песком, и с деревом, но именно лед поддается хуже. Точнее, поддавался. Сейчас уже рука набита. А вот Миндаугас здесь лишь во второй раз. Но скульптурой занимается с 17 лет. Эта работа называется «Как на небесах, так и под водой». Здесь уровень будет вода, ну, и лица, знаете, это деревья, ну, как волосы. Под водой будут, конечно, рыбки. Ну, я как рыбак, ну, знаете, рыбки надо, чтобы были. Ну, вот как-то вот такой будет. И это богатство все, это наша природа, наши отношения с другими людьми. Это настоящее богатство. Тема скульптуры у Андреса, скульптора из Эстонии, чем-то похожа. Тоже про богатство этого мира. Вдохновился он своими детьми, которых у него трое. Тема сокровища мира. И, ну, я считаю, одно из важных сокровищ – это человеческая жизнь. И это, как бы, ну, беременная женщина лицотворяет, ну, как бы, начало жизни. И жена беременна была тогда. Было такое чувство, что она какое-то сокровище, что-то очень важное в себе несет. В работе со льдом есть серьезный нюанс. Материал недолговечен, особенно когда на улице плюс. Но мастера относятся к проблемам с юмором. Не ругайтесь по природе, потому что 90% людей так и не познакомятся, если его не обсуждали. Знаете, ну, погода есть какая есть, ничего не поделаешь. Тоже богатство наше. Тут мы шутим. У нас что, ледяной фестиваль или водный? Фестиваль ледовых скульптур будет идти в Елгове три дня. 2, 3 и 4 февраля. Это юбилейный год. Мероприятие пройдет уже в 25 раз. Участие примут 32 скульптора из 11 стран. Они создадут более 60 ледовых объектов. Евгения Копылова, Андрес Сарма, Русалоса. Ну, let's do.